В Беларуси утверждена госпрограмма о социальной защите и содействии занятости населения до 2020 года. Соответствующие решения содержатся в постановлении Совета министров. Цель программы – повышение эффективности политики занятости, улучшение условий охраны труда, создание безбарьерной среды, обеспечение социальной интеграции инвалидов и пожилых людей. Как отметили в Министерстве труда и соцзащиты, будет реализован комплекс мероприятий, который позволит сохранить уровень безработицы в пределах 1,5-2%, снизить производственный травматизм и профессиональную заболеваемость, а также увеличить количество доступных для инвалидов объектов социальной сферы. Диалог власти и народа по уже сложившейся традиции. В субботу по всей стране проходят прямые телефонные линии. Руководители исполкомов и администрации отмечают количество жалоб. В последнее время существенность снизилась. Все чаще люди звонят просто, чтобы благодарить за помощь. Так жители поселка Богушевск в Витебской области говорят спасибо за возможность пользоваться газопроводом. Он хоть и был подведен к населенному пункту почти 10 лет назад, но топливо по нему так и не пустили. И только в прошлом году благодаря горячей линии людей услышали. Самый большой кооператив – это свыше 300 домов. Наконец, получили все благо цивилизации. В качестве жизни сразу разница большая. Почему? Потому что, если раньше мы были привязаны к печеному отоплению, и в свободное время все уходило на отопление дома, то сейчас у нас масса времени для каких-то любимых семейных денег. Есть вопросы, которые можно решить в одночасье. Есть вопросы, которые у нас находятся на контроле. И даже есть вопросы, которые находятся на длительном контроле. Это действительно серьезное подспорье в нашей работе. Весь мир обсуждает событие, которого христиане ждали не одно десятилетие. Первая в истории встреча предстоятелей русской православной и римско-католической церквей завершилась подписанием совместной декларации. Документ дал надежду на формирование нового этапа в отношениях. Он сыграет значимую роль в сближении двух церквей, совместной защите традиционных семейных ценностей и урегулировании текущих военных конфликтов. Разговор патриарха Кирилла и папы римского Франциска длился около двух часов. Одна из центральных тем переговоров – гонение на христиан. Также патриарх и понтифик обсудили вопросы двусторонних отношений международной политики. Сразу 13 автомобилей столкнулись в Мексике. 20 человек погибли, еще 40 получили серьезные травмы. По предварительной информации, водитель большегрузного автомобиля резко затормозил, следом в него врезался пассажирский автобус. Затем в них въехали другие машины и грузовики. От удара вспыхнул пожар. Сейчас движение на трассе парализовано в обоих направлениях. На месте происшествия работают специалисты. Дерзкое ограбление казино на юге Франции. Грабители открыли стрельбу, забрали содержимое кассы, затем покинули помещение. На месте происшествия возникла паника. Около 40 человек получили различные травмы. Четверо из них были доставлены в больницу с переломами. Всего в казино находилось около 700 человек. О точном размере похищенной суммы пока не сообщается. Пожар в центре белорусской столицы из здания Минского государственного лингвистического университета эвакуировали более полутысячи человек. На место происшествия сразу выехали спасатели. Как оказалось, причина чрезвычайного происшествия – короткое замыкание электропроводки. В одном из корпусов Минского государственного лингвистического университета на улице Захарова на третьем этаже, предположительно из-за короткого замыкания, произошло тление утеплителя в межсценовом пространстве одного из кабинетов. Администрацией объекта и подразделениями МЧС из здания было эвакуировано порядка 530 человек. Это преподавательский состав и учащиеся. В результате пожара никто не пострадал. Пожар был ликвидирован в застегнутых размерах. А накануне поздно вечером тоже из-за возгорания электропроводки около 760 студентов эвакуировали из общежития Белгосуниверситета. Помощь спасателей не понадобилась. Предполагаемая причина пожара – поджог. Несколько сотен человек собрались в центре Минска, чтобы признаться в любви своей стране. Республиканская акция «Беларусь, я люблю тебе» объединила жителей города, гостей столицы и артистов на площади около городской ратуши. Мероприятие посвящено Дню влюбленных и Международному дню родного языка. Тех, кто решил в этот день принять участие в празднике, ожидает концертная программа, молодежные флешмобы, выставки, ярмарки и блюд национальной кухни. Также работают книжные павильоны. В течение дня здесь пройдут презентации литературных новинок с участием авторов. Все желающие могут послушать и выступления поэтов. Мы пошли мимо, услышали музыку, увидели людей, все сюда идут, и мы подошли, посмотрели. Мы Беларусь любим, да? Ты любишь Беларусь? Да? Да, она сказала да. Ну, а любителей рыбы сегодня ждет большой улов на ярмарке у столичного ледового дворца. Карпа, карася, толстолобика, сетра, белого амура и прочие морские и речные деликатесы здесь можно купить по ценам производителей. Кроме того, покупателям предлагают приобрести фрукты, овощи и соленья. Торговля продолжится и завтра. Купил рыбу, карпика. Четыре штучки. И как цены? Цены нормальные, вполне приемлемые. Хорошие цены? Прекрасные, лучше, чем просто морское свежемороженое со льдом рыбом. Выбор очень большой. Выбрать есть, что хорошее хозяйство, поэтому надеемся, что семья получит удовольствие. Книга о Владимире Мулявине получила высшую награду национального конкурса «Искусство книги». Произведение «Серцем и думами» стало победителем в номинации «Триумф». Награждение прошло на книжной выставке. Среди победителей – лучшее творение, увидевшее свет в 2015 году под твердой обложкой. Несколько сотен страниц, почти 800 фотографий из архивов семьи и друзей народного артиста. Книга издана к 75-летию со дня рождения великого музыканта. Это человек планеты, Владимир Мулявин. Понимаете, каждый видит его по-своему, каждый, общаясь с ним, он свои какие-то крупинки собирал в памяти и потом их излагал. Конечно же, познается все время, уже даже после выхода книги, когда ее начали листать, читать люди. И вот каждый вдруг, вдруг начинает вот эту вот память будоражиться, и начинаются эти вот воспоминания. И какие-то новые детали, которые надо писать на диктофон, уже, я думаю, надеюсь, что, может быть, еще одна книга выйдет. Уже другие люди напишут, уже по-другому она сложится. Это все новости к этому часу. О развитии событий расскажем в 19.30. И я прощаюсь с вами до этого времени.